Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Спасатели предотвратили подтопление на хуторе Утаж. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков отчитался о выполненной работе. Сталинградская битва со слов героя. Толерантность в современном мире – дань моде или необходимость? Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Тема погоды все эти дни остается самой обсуждаемой. Краснодарский край в выходные дни продолжал жить в режиме чрезвычайной ситуации. Отчеты глав городов и районов были похожи на сводки боевых действий. Где-то удалось пробиться к засыпанным снегом автомобилям на трассе и спасти людей от холода. Подвезти хлеб и продукты в отдаленный населенный пункт. За оперативную самоотверженную работу в воскресенье на онлайн-совещании говорили спасибо всем, кто проявил мужество, инициативу, выдержку. Всем большое спасибо. Также я понимаю, что у нас закончилась ситуация по ЧАЭС по ликвидации отключений по электроэнергии. Морозы и сильный ветер пошли на спад, и подводя итоги работы в сложных погодных условиях, мэр Анапы Сергей Сергеев заметил. Надо провести анализ. Там, где мы ремонтные работы выполнили в авральном режиме, надо вернуться при потеплении к этим вопросам. Пусть это будут элементарные вещи при отсутствии расходных материалов, но делать это надо. 190 звонков на телефон главы в один только день, и все об одном – об отключении электроэнергии. Неужели один раз нельзя вложить деньги, чтобы у нас каждый час не отключалась электроэнергия? Каждый час включают, и он через 10 минут отключается – это никуда не годная сеть. Пик отключений пришелся на 31 января. Каждый десятый оказался без света. Объем ремонтных работ оказался невероятным. Но благодаря работе оперативного штаба во главе с главой города и тесному взаимодействию всех служб, а также личному участию анапчан, каждого на своем рабочем месте, мы удержали все социальные объекты без аварий. Во многом благодаря еще и наличию автономных источников питания, которые при отключении электроэнергии держали оптимальные температуры в детских садах и школах. Глава города Сергей Сергеев поставил задачу такие источники питания приобрести и для того, чтобы в критических погодных ситуациях бесперебойно работали кухни, прачечные, и по-настоящему тепло было в помещениях. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. И в продолжение темы аномальных холодов на курорте. Спасатели Анапы предотвратили возможное подтопление на хуторе Уташ. Тревожный сигнал поступил от исполняющего обязанности главы Джигинского сельского округа. К нему обратились жители Уташа с жалобой и опасением. От канала на дорогу двинулась крупная ледяная масса. На место прибыла оперативная группа МЧС. После обследования причин появления льда неподалеку от жилого массива было принято решение перекрыть проходящий вдоль дороги канала, сделав дамбу и пустив весь поток по ободному каналу. Для этого спасатели предварительно прорубили и расширили водоток в районе моста на федеральной трассе. Сильный ветер и мороз, а также отсутствие подъездных путей немного усложнили задачу. Но анапские спасатели решили ее. При помощи бензопила они очистили дорогу трактору от поваленных ледяным дождем деревьев. В связи с неблагоприятными погодными условиями, спасатели МЧС, специалисты отдела гражданской обороны и управления образования предупреждают соблюдать элементарные правила безопасного поведения. Родители, не отпускайте детей на лед без присмотра. Такие прогулки крайне опасны для жизни. Слой льда слишком тонкий. Особую опасность представляет лед, покрытый слоем снега. Вода под ним замерзает медленно и неравномерно. Во время гололедицы передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Смотрите под ноги, старайтесь обходить опасные места и места с наклонной поверхностью. Если ледяную лужу обойти невозможно, то передвигайтесь по ней небольшими скользящими шагами. Руки, по возможности, должны быть свободны. Не держите их в карманах. Это увеличивает вероятность падений и травм, особенно переломов. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги. Не торопитесь и тем более не бегите. Одну треть в экономике Анапы занимает санаторно-курортный комплекс. О работе и достижениях в сфере Санкура за 2013 год отчитался заместитель мэра Анапы Юрий Поляков. В санаторно-курортной отрасли представлено 606 объектов санаторий, базы отдыха, детские лагеря. Одна из главных задач на 2014 год – увеличить количество круглогодичных здравниц. За 2013 год объем налоговых поступлений без учета земельного налога и объектных продвижений, консолидированный бюджет Краснодарского края составил 739 млн 432 тысяч рублей. Тембруста по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил 101,5%. В Анапе созданы рейдовые группы, в которые входят сотрудники налоговой службы и управление по санаторно-курортному комплексу, контролирующие процессы сдачи квартир частными лицами. В 2013 году проведено 608 совместных рейдов, выявлено 36 нарушителей, не вставших на налоговый учет. Проводилась информационная работа для руководителей здравниц, направленная на использование продуктов питания исключительно кубанских производителей. Доля насыщения местными продовольственными товарами составила 87,5%. В рамках подготовки к курортному сезону 2013 проведены 12 совещаний о требованиях пожарной и антитеррористической безопасности, предъявляемых к учреждениям санаторно-курортного комплекса, и оснащений пляжных территорий спасательными постами и медпунктами. Особое внимание уделялось антитеррористической защите объектов санаторно-курортного комплекса, принимающих детей. 31 мая 2013 года на Центральном пляже проведено практическое занятие по вопросам обеспечения безопасности и техническому оснащению пляжей, оказанию первой медицинской помощи. Занятие проводилось при участии Анапского участка ГИМС. К началу курортного сезона в прошлом году было установлено дополнительно 149 скамеек в прогулочной зоне и на Пионерском проспекте. Во время летнего сезона действовали 11 автокемпингов, а для информирования туристов на въездных трассах было установлено 12 специализированных информационных центров. В 117 павильонах гостям курорта предлагали экскурсионные путевки. В реестре объектов туристического показа 21 объект, находящийся на территории города-курорта Анапа. В феврале Анапа по традиции приняла сотни гостей на ежегодной выставке-ярмарке «Анапа. Самое яркое солнце России». И делегация муниципального образования приняла участие в четырех крупных выездных выставках в Сочи, Красноярске, Москве и Казани. Высокое достижение анапчан – пять первых наград на девятом краевом конкурсе лидеров туриндустрии «Курортный Олимп-2013». В 2014 году запланирована масштабная работа – увеличение темпов роста налогов в консолидированный бюджет, рост заработной платы работников Санкура, дальнейшее развитие курортной сферы. Улучшение качества предоставляемых услуг и сервиса обслуживания туристов. Улучшение лечебной базы предприятия Санатовано-курортного комплекса. И увеличение количества кровообладничных предприятий путем перехода сезона в предприятие на кровообладничное функционирование. В целях обеспечения притока отдыхающих на круглый год. И самая значительная цифра. В 2013 году в Анапе зарегистрировано 4 миллиона 105 тысяч гостей. Из них 200 тысяч отдыхающих – дети. В 2014 году этот показатель должен остаться на таком же высоком уровне, благодаря качественным услугам всей отрасли. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. В рамках программы оборонно-массовой и военно-патриотической работы специалисты Центра патриотического воспитания «Молодежи Ратмир» и Центральной библиотеки провели круглый стол. Тема – 71-я годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Сталинградская битва стала одной из самых драматических в истории Великой Отечественной войны. Советские войска проявили мужество, истинный патриотизм и настоящую отвагу русского народа. Школьникам рассказали о подвиге советского народа в Великой битве на Волге, о ее потерях и значении во Второй мировой войне. Почетный гость мероприятия, капитан первого ранга в отставке, ветеран войны Анатолий Шилов поделился своими воспоминаниями. Погода сегодня здесь такая же, как тогда, 70 лет назад, в Сталинграде была. Примерно 4 месяца длилась эта Сталинградская битва. Она имеет большое значение в истории, в том числе и нашей, и в истории военной науки. Науке большое значение. Почему? Потому что здесь на малом количестве, на малой площади были сосредоточены миллионы людей и десятки, сотни тысяч техников. И в продолжении урока истории фильм «Великая война оборона Сталинграда». Просматривая документальные кадры и знакомясь с подвигами людей, история становится ярче и понятнее. Самоотверженность, сила и мужество героев открываются в ином свете и понимании. И еще один внеклассный урок. В Центре патриотического воспитания молодежи Ратмир провели урок на тему, что такое толерантность. Студентов и школьников познакомились с понятием и основными чертами толерантной и интолерантной личности. На смену таким понятиям, как человечность, доброта и отзывчивость, в Россию пришло новое, объединяющее все в одно слово – толерантность. Специалист Центра Ратмир Алена Маркарян провела для ребят игру, в ходе которой они размышляли, почему терпимость является необходимым условием сохранения мирных отношений в коллективе, в обществе, в мире. Посмотрели видео, где разные люди говорят о своем понимании толерантности. У анапчан свои мнения. Быть терпимым не только к людям другого вероисповедания, другой национальности, но также терпимым и просто к своим друзьям, к родственникам, к близким людям или просто знакомым. Терпимость вообще к другому человеку, то есть понимание его характера, ну, обыкновенно перевезти там, ну, бабушку через дорогу перевезти, уступить место в транспорте, ну, это тоже является толерантностью. Центр патриотического воспитания молодежи Ратмир часто проводит такие мероприятия. Беседы с ребятами не только на тему толерантности, но и на другие актуальные темы современности – экстремизм, борьба с терроризмом, антинарко. В процессе общения молодежь поняла – надо быть открытыми, относиться с пониманием другим народом, их истории и культуре. И насколько важно отказываться от насилия, искать мирные пути, разрешение споров и конфликтов. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион. Жизнь в фантазиях и ярких красках. Юный художник, учащийся детской школой искусств номер 4 Ярослав Минькин, уже и не представляет, как можно прожить один день без художественной работы. Картины Ярослава отмечают профессиональные художники в Анапе и в Крае. На отделении ИЗО в детской школе искусств номер 4 всегда особая атмосфера, которая дает возможность отключиться от суеты и побывать в другом мире. Ярослав Минькин понимает, чтобы стать настоящим художником, нужно мыслить как художник. Он осваивает различные материалы – гуаши, акварель, карандаши и мелки, пастель, пластилин и глину. Также изучает художественные техники и постигает средства выразительности. Сейчас он старается передать необыкновенную красоту натюрморта. Отдели этот листочек от этого лепестка по форме и посмотри, внутри здесь есть свет или нет здесь света. Преподаватель художественного отделения Светлана Смельская учит ребят понимать язык, которым говорит каждый листок, блинка, раковина и кристалл о своей красоте и грации. Своим учеником бесспорно гордится. Юный художник, обладатель специальной премии главы города-курорта «Одаренным детям». Лауреат городских и зональных конкурсов профессионального мастерства учащихся школ в номинации «Академический рисунок и живопись». Когда я рисую, я как бы затягиваюсь в это и цвет он уже сам приходит. А что больше нравится? Натюрморты с живописью. Там, где разные предметы с разными формами и разные цвета. Графика для юного художника также хорошая возможность выделиться, заинтересовать, преподнести себя. Графический рисунок показывает темперамент, характер, настроение автора, ведь это полноценная картина. Организация выставок дает Ярославу возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Совсем недавно он принял участие в школьной выставке, посвященной Зимней Олимпиаде в Сочи. В дальнейшем мечтает стать знаменитым художником и устраивать персональные выставки. Я предполагаю, что я буду художником, хорошим, надеюсь. А что, если будешь художником, что будешь больше рисовать? Ну, портреты, натюрморты и пейзажи. Эти детские работы лишь преддверие в страну великого искусства. И совсем не обязательно, чтобы из каждого ученика детской школы искусств вырос Репин, Шишкин или Айвазовский. Главное, что у этих ребят есть дело по душе. Дело, которое опирается на красоту, творчество и любовь к окружающему миру. Светлана Авилова, Максим Лагоша, Анапа. Регион. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 4 февраля в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем минус 3, минус 5, ночью до 4 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.